Правовых и имущественных вопросов сегодня в Сочи много. В ближайшее время администрация подпишет мировые соглашения по незаконным многоквартирным домам, в которых уже живут люди. Город готов не сносить определенные самострои при условии, что обманутые покупатели решат проблему с подключением к коммуникации вопросами безопасности строений. Теперь эти вопросы будет курировать Григорий Артамонов, новый вице-мэр. Он окончил Московский университет МВД, работал в управлении делами президента и был советником губернатора Краснодарского края. Задача внузназначенного чиновника – усилить работу правового департамента. Мы снесли уже порядка 12 многоквартирных самостроек и работа эта продолжается. Сколько у нас еще так намечены? Еще четыре намечены. Это тоже огромная работа наших правовиков. Вот самострои у нас, те, которые мы определили, 54. Как я уже сказал, 24 будут подписаны в мировые соглашения, остальные должны быть снесены. Порядка еще, наверное, 8 домов, которые надо сносить. И точка жирная в этом вопросе поставлена. А вот с разгулом непогоды точку пока ставить рано. Синоптики прогнозируют дожди, к последствиям которых глава города призывает всех подготовиться заранее. И в первую очередь изучить места расположения ливневок, своевременная прочистка которых позволит исключить скопление воды на дорогах. Такой информацией помимо специалистов водостока должны обладать их главы районов. Сделайте схему, еще раз говорю, по каждому району схему, значит, неблагополучных мест. Вот так пропишите. Центральный район, вместе с главами районов, центральный район, что подтапливается у нас? Подземные переходы, раз. Территория въезда в УВД, два. Значит, тоннель под аредой, три. И так дальше. Они еще, лава и замыслы, все знают. Быстренько напишите. По Лазаревскому району. В населенном пункте Варданэ, где у них может случиться. В населенном пункте Кудепса, где у них может случиться. В населенном пункте Хоста, перед больницей, где может случиться. Для чего? Для того, чтобы мы будем прописывать им теперь, перед каждым штормом, прописывать, что в ручном режиме определить. И как только они этого не сделают, будем предъявлять им претензии. Нет ли в нем, значит, построите, Владимир Васильевич. Это тонкие места, которые еще раз говорю, не из года в год. Кроме того, в Сочи снова могут заработать паркоматы. Функционировать они перестали в сентябре 2016 года. В городе их 30. Свою работу они прекратили из-за несовершенства законодательства. Сегодня вопрос решается. Глава города поручил Департаменту транспорта и дорожного хозяйства расширить сеть паркоматов и, в принципе, количество платных прибордерных парковок. Вместо имеющихся 900, их должно быть 4000. Концепция разработана, и уже в декабре вопрос должен быть решен. Но именно сегодня горожан беспокоит другое – резкое увеличение численности белой американской бабочки. Хотя специалисты утверждают, что больше гусениц не стало. И на видео, которое разлетелось по интернету, можно наблюдать не нашествие, а процесс гибели вредителя. Особенность поведения гусениц такова, что после обработки она начинает массово падать с деревьев. То есть происходит шокирование, что ли сказать. И гусеница перестает питаться и идет такой, удобно даже назвать, дождь из гусениц. В начале года городом принято решение об увеличении финансирования. Объемов на обработку муниципальных территорий достаточно. Обработки ведутся ежедневно. На муниципальных территориях, в скверах, парках, вдоль дорог встречаются маленькие незначительные очаги. Скопление гусениц возможно на территориях многоквартирных домов. И здесь вопрос к управляющим компаниям. Обработка зеленых насаждений на придомовых территориях – их прямая обязанность. В мэрии уже есть черный список. За нарушение карантинного закона управляющие компании могут лишиться лицензий.